О том, что было сделано в вопросах благоустройства и развития социальной сферы за прошедший год, рассказывают на расширенных сессиях Совета в поселении Славянского района. Качественный анализ сделанного и наработанный в ходе работы опыт позволяют славянцам уверенно смотреть в будущее. В этом мы убедились, побывав на сессии Совета Маевского сельского поселения. Депутаты, представители общественности, жители приняли участие в открытой расширенной сессии Совета Маевского сельского поселения. С отчетным докладом выступил глава поселения Андрей Дмитриченко. Он отметил, что ежегодный отчет о проделанной работе стал жизненной необходимостью. Это позволяет более ярко представить весь объем работ, наметить планы на будущее. В 2023 году администрация сделала очень многое, что и было намечено. Поселение получило собственных доходов более 21,5 миллиона рублей и свыше 15 миллионов было привлечено краевых средств. Это позволило направить больше денег на коммунальное хозяйство и благоустройство, в том числе на ремонт и содержание дорог. Очень много было сделано по отсыпке щебнем и грейдированию улиц на хуторах, а их в поселении четыре. За счет краевых средств обустроена новая детская игровая площадка возле стадиона с современным оборудованием. Дополнительно за счет средств местного бюджета на площадке установлены игровой домик, скамейки. За счет краевых средств оборудована зона отдыха с трибунами и фонтаном возле стадиона. Также в 2023 году было реализовано три проекта за счет местного бюджета. В Хуторе-Тройском установлен спортивный комплекс на детской площадке. В 8-моложеных клубах в Хуторе-Маевском установлены скамейки и урны. В Хуторе-Тройском установлен информационный стенд, краеведческий маршрут, памятные места Маевского сельского поселения Славянского района. В парке Хутора-Маевского установлены теневые навесы, топиарии, световые формы. Большое внимание было уделено обеспечению безопасности дорожного движения, а также уличному освещению. Активно идет озеленение, постоянно поддерживается санитарный порядок. В целом итоги работы впечатляют. За последнее время в поселении происходят зримые изменения к лучшему. И это видят местные жители, что их, конечно, радует. Глава Славянского района Роман Синеговский сказал, что в поселении слаженно работает одна команда, которая правильно понимает, на что нужно обращать особое внимание. Рост экономики в поселении и муниципалитете способствует ускорению социального развития. Конечно, новое будущее или уже настоящее мы должны соответствовать этому всему. Ну и те фундаментальные вещи, которых, наверное, нас учили наши родители, мы их, конечно, должны сохранить. Вот эти патриотические вопросы, о которых Андрей Евгеньевич говорил. Прививать любовь к культуре, прививать любовь к нашей земле, создавать условия для того, чтобы можно было жить, работать, трудиться. Глава Славянского района рассказал об основных итогах социально-экономического развития района за минувший год. 2023 год был непростым, однако все основные планы, важные для жителей, для территорий и поселений, реализованы в полном объеме благодаря действию национальных проектов, региональных и муниципальных программ. Есть программы инициативное бюджетирование, есть программы комфортная городская среда. Кстати, президент при всех объявил, что она будет продлена до 2030 года. У нас еще с вами 6 лет есть, мы за эти 3-4 года очень хорошо потрудились, видели в городе набережную построили, в кино, наверное, показывали здесь. И парки построили, и в Забойском сельском поселении, и в Кировском, и в Прибрежном, и в Анастасиевской, и в Петровской. Роман Сенеговский поблагодарил жителей, депутатов и предпринимателей Маевского сельского поселения за сотрудничество с властью в решении вопросов местного значения. Собравшиеся на сессию жители и депутаты положительно воспринимают все изменения к лучшему, которые происходят на их глазах. В 23-м году, с 1 сентября, в школе открыта точка роста. Сейчас по субботам и в будние дни приходят к нам дети. Они занимаются робототехникой, они занимаются программированием. То есть мы стараемся, чтобы вызовы времени, которые нам выдвигаются, чтобы мы всегда могли на них ответить. Безусловно, традиция 11-й школы, поскольку мы школа казачья, является патриотическое воспитание. В этом году у нас большое достижение у школы. Я считаю, мы стали номинантом национальной премии «Патриот-2023» в номинации «Лучший проект в сфере образования». Награждение победителя состоялось в городе Москва в декабре 2023 года на выставке «Россия» на ВДНХ. Помогает делу и то, что в сельском поселении все работают в одной связке – администрация, депутаты, общественники. Моевское сельское поселение очень активно развивается. Вводятся новые спортивные площадки, детские площадки, ремонтируются дороги, строятся тротуары. Очень много всего делается. И все это развивается благодаря очень активной работе администрации, главы сельского поселения. Но это все было бы невозможно, если бы не активные граждане, активная работа ТОСов, активная работа депутатов Моевского сельского поселения. У нас активно работают также молодые депутаты в поселении. И все это в комплексе дает ту движимую силу для прогресса. И благодаря этому, конечно же, мы развиваемся очень быстро. В планах на этот год продолжить реализацию государственных и муниципальных программ, заниматься вопросами благоустройства, продолжить ремонт дорожного покрытия. Словом, будет делаться все возможное, чтобы жить здесь стало еще более комфортно. В конце встречи местные депутаты приступили к голосованию. По итогам отчета, работа главы администрации Моевского сельского поселения депутатами и жителями признана удовлетворительной. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Продолжение следует...